Это была проблема в том, как на улице Немо. После нескольких протестов, в течение нескольких месяцев, мы оказались возле премарии, где мы познакомились с местными активистами. Тогда мы еще назвали, кстати, Рыжкановский лес и занимались больше вопросом, как вот именно Рыжкановского леса. Что кишиневцы знают, что это один из самых больших парков кишинев. После чего мы познакомились с несколькими активистами, которые там протестовали по полу исторических памятников. Оттуда сложилась наша вторая часть организации. И в 2011 году, в марте месяце, 4 человека решили сделать вот такую организацию под названием «Любимый год». Изначально мы договаривались, что это будет не политическая организация, что она будет, скажем так, направлена не только на медиатизацию проблемы, а на решение проблемы. К тому времени у нас уже появился опыт по поводу цинцеренской мусорки. То есть под Кишиневым есть очень большая свалка мусора, которую хотели приводить в мусоросжигающие заводы. Ну и с другими активистами удалось, собственно говоря, остановить это безобразие. Ну и после этого, в течение двух с половиной лет, это вот время протестное, это время разговоров по телевидению, потому что, в отличие от Олега Брейки, которого безмерно уважаем, это еще и вопрос, то есть для нас принципиально был вопрос решения проблем. Значит, за это время мы успели провести порядка, наверное, ста протестов, порядка 50 эфиров, пресс-конференции определенное количество. Нас интересует пять тем. То есть мы для себя выбрали пять базовых городских тем. Первая тема – это тема экологии. Вторая – незаконного строительства. Третья – это транспорт и дорожная полиция, которым мы меньше занимаемся сейчас. Четвертая тема – это вопрос жилищно-коммунального хозяйства, к которому мы сейчас только подбираемся. Ну и, наконец, пятая тема – это гражданские права. Но выражается оно больше в участии с другими организациями. Например, если я не ошибаюсь, где-то год назад, мы были на протесте, действительно, возле российского посольства. Но это была тема, связанная с разрушением исторического памятника в городе Санкт-Петербурге. То есть это был наш первый опыт международной поддержки чужой проблемы, который мы считаем, тем не менее, такой же своей. Значит, то, что касается о работе по проблеме и по взаимодействию, как это заявлено в моем выступлении. На самом деле, мне бы хотелось чуть-чуть сейчас сместить этот акцент, потому что взаимодействие, вот здесь сказал Олег Брега о том, как организации более старые взаимодействуют, как они привлекают другие организации. Значит, я это почувствовал на себе в первые же месяцы, когда мы начали работать, потому что другие технологии, по-другому немножко используется интернет и так далее, и так далее. Но так как здесь меньше активистов, которые работают непосредственно в поле, а больше активистов, которые работают, скажем так, в области социологии, архитектуры, то вам это, наверное, не будет настолько интересно. И могу просто рассказать, что когда мы подбираемся к какой-то проблеме или к какому-то объекту, то мы обязательно составляем, у нас есть такое кодовое слово, нетка, которое состоит из пяти букв. Значит, первая буква – это нарушения, которые происходят на данном объекте. Вторая буква – это история вопроса, мы всегда просим написать местных людей, потому что от того, как они вовлекаются, от того, как они участвуют, уже видно, будет ли дальше с ними сотрудничество или нет. Третья – это телефоны людей, которые там участвуют, желательно три-четыре, потому что один все время ловается, как правило, один активист. Четвертая – это копии документов, потому что мы работаем и с документами. И пятое, наконец, это самый интересный пункт, наверное, это абсолютное недоверие к нашей власти, вот ко всем представителям, в разных формах – прокуратура, примария, местная администрация. Все это как бы у нас не вызывает доверия, и единственный чиновник, которого мы нашли за это время, который более или менее открыт к сотрудничеству, хотя и тут есть свои вопросы, это вот как раз Ян Штефаницык, который вам рассказали по поводу исторических памятников. Значит, мы пришли сейчас к тому, что мы предпочитаем все-таки, если это большие объекты, мы предпочитаем даже составлять договора с теми жильцами, в котором прописаны определенные пункты. И рекомендуем, может быть, тем организациям, которые будут включаться в эти определенные проблемы, так и поступать, потому что все-таки нужно прописывать, как вы будете работать. Причем нашей платы, мы, как правило, точно так же нам задают вопрос, с какой политической партии относится, но на него это и. И второй вопрос – на какие деньги вы существуете. Ну, как бы мы существуем на взносы, хотя мечтаем о том, чтобы это были взносы более крупные, да, то есть может быть это организация. Но тем не менее, значит, когда мы приходим на какой-то объект, мы обязательно говорим о том, что будет плата за наше участие, но эта плата будет выражаться в том, что вы, знав определенные знания, да, от нас, обязаны пойти помочь другим, какой-то другой объект, какой-то другой организации, да, может быть, в общественную организацию пойти, и там как-то волонтерски отработать. Значит, то, что касается взаимодействия. Мы точно так же пришли к тому, что мы сейчас предпочитаем работать, по крайней мере, по каким-то определенным договорам, где прописывается не политичность, законность акций. Значит, есть какие-то очень базовые пункты, которые для нас принципиально важны, потому что у нас было уже несколько примеров сотрудничества с организациями, когда оказывалось, что сам протест испорчен, и сам концепция протеста испорчена из-за того, что кто-то позволяет себе уйти в какую-то другую сторону. Ну, есть определенная, скажем, такая проблема. Но тем не менее, те люди, с которыми мы сотрудничаем, мы стараемся все-таки договариваться изначально о каких-то пунктах будущего взаимодействия изначально, то есть как только мы знакомимся. Значит, то, о чем я хотел бы поговорить в следующем блоке, это буквально осталось 5-7 минут, это вот благодаря, благодаря, точнее, для этого я и пригласил многих тишиневских активистов, здесь присутствуют представители где-то 5-6 организаций. Мне кажется, что, точнее, мой опыт подсказывает, что сейчас уже Кишинев созрел для того, чтобы гражданские организации, которые разделяют неполитичность, которые разделяют, то есть, которые являются активными, которые всегда задают вопрос, зачем мы проводим протест, зачем мы приходим, допустим, к этому посольству и так далее, зачем мы вовлекаем людей, они уже пришли к тому, что возможно создать гражданскую платформу или социальную платформу, которая от имени бы нескольких организаций могла бы высказывать позицию во взаимодействии с властью и во взаимодействии, может быть, со средствами массовой информации, потому что для нас это большая проблема, когда мы говорим один, одно послание, да, для прессы, и потом совсем другой месседж мы услышим по телевидению. Нам важно как бы как-то вместе одной коалиции говорить. То есть у нас есть, мы уже несколькими организациями встречались, ну, это я и говорю и для других людей, потому что когда я, говорит, разговаривал с активистами из Еревана, из Киева, из Тбилиси, я пытал их на тему, есть ли у них такая гражданская платформа. К сожалению, ничего подобного тоже нет. Может быть, мы будем в этом вопросе. Тем более, что у нас есть опыт уже такого взаимодействия, когда вот совместными усилиями трех-четырех организаций мы сумели принудить к решению определенного вопроса. Несколько месяцев назад вот у нас была очень большая проблема со строительством отца в городе Кишиневе. То есть это действительно каждый день возникали какие-то конфликтные ситуации, и благодаря тому, что нам удалось за несколько месяцев, ну, начиная с 2012, но в 2013 это было буквально уже каждую неделю, нам удалось очень сильно медитизировать эту проблему и остановить несколько мансардов, другие стали приостанавливать точно так же. И вот благодаря этому поднялось общественное мнение, возникали эти случаи, и на одном из случаев возник открытый просто конфликт, когда в 6 утра приезжал застройщик, а мы в 6 утра привозили 10 активистов из разных районов города, то есть просто вот так по звонку. Потом на следующий день точно так же они привозят там какую-то охрану, а у нас оказался смелый человек, который не побоялся, и все это снял журнал ТВ, и все это выложил как бы в эфир, после чего, собственно говоря, уже не заметить эту проблему наш премар не смогут. И на ближайшем муниципальном совете было объявлено, что прекращается, в общем, строительство мансардов, прекращается выдача авторизаций. Ну и мы, собственно говоря, этому способствовали. За день до этого 5 организаций вышло, и на пресс-конференции рассказало полностью о правлении, о позиции власти и так далее, и так далее. Строительство прекратилось 3 месяца, 4 года не ведется. Значит, еще раз возвращаясь к гражданской платформе. Есть порядка 4-5 организаций, которые готовы создать эту платформу. Значит, есть некие критерии выбора, которые, скажем так, уже несколькими людьми выработаны для меня, и они выглядят следующим образом, что те люди, которые участвуют в тире организации, хотя поддержать могут и люди. Значит, те организации, которые участвуют, они однозначно должны быть достаточно активными, они должны быть, ставить перед собой цель решения задачи, да, это может быть и медитизация. И очень важно, то, что я не заметил во многих организациях, это отсутствие открытости в программе. Вот отличный пример в этом плане, это как раз триумфальная арка, потому что это пример того, как надо привлекать новых людей, как нужно создавать возможности, как нужно создавать возможности финансового участия. В общем, это 3-4 блока, в которых ты можешь абсолютно спокойно поучаствовать, и тебе будут не только рады, тебе будут готовы, в общем, аплодировать стои, что каждый раз Дмитрий называет всех активистов, которые участвуют, что это даже сам. Ася, коллега, вы видите, в фааа уния институт, проявлядно в декте на арте партии, адик протестант, я ущи повестизг семью-то «История». Мне кажется, что я не могу сказать, что у меня участвуют в моем учебном, а унитуре, унитуре, унитуре. Здравствуйте! 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 Остепрофит де existенция трагогатериалов в спатье нашей и оскоретке, в лимба мне материн, в которой я объясню более легко. Но вы видите, что я уже говорил, что я не могу говорить, что русский и английский. Я истин, я истин, я истин, я истин в протесте. Но я истин, я истин, я истин. Я истин, я истин в школу в Букуре, и в Кишинэу. Я истин, я истин, я истин, но в стране, даже если мы не снимаем, в межлое, в фильмах и в монтах, в межлое, не приятно, потому что мы не можем сделать фильмы, потому что мы не можем, чтобы мы не можем, в patrimонии культуралу, в этих целях, поэтому... Поэтому мы эксприм, где я могу, на радио, на телевизор, пока мы не закрываем эмиссиуны. И на эмиссиуны мне, в любую очередь, эмиссиам, что я изучаю омени, что я эксприм, что мы будем в полемике, потому что, в полемике, и в дискуте сказали и антицией, что начали Адевару. Дальше, когда мы не закрывали эмиссионы, или я был цензурат, или мне не было пятидец, и мы были в шаге, в шаге, для протеста, или фондом ОНГ, ассоциации. Я был фондом во многих ОНГ, но я не работал, но я не работал, как коллега моего, с красавица в спаде. Я еще не работал в работе, как в целом, кое-какал, который говорит о том, что это очень интересное, и это очень интересное, для меня, и для этого я оформляю и оформляю и оформляю в интернет. Но я остаюсь в страде, и я слышу реки в стрытии, в спациуме, и об этом я хочу поговорить сейчас. Продолжение следует... Cum ne mobilizăm noi pentru a promova drepturile omului, diversitatea, legalitatea, statul de drept. După ce mi s-a închis prima dată o emisiune la radio, ne întâlneam în fiecare duminică în Parcul Central. Deci a fost o idee a cuiva dintre ascultători mei care au zis, dacă se închide emisiunea, haideți să ne adunăm duminica în parc. Și a fost o idee bună pentru că întâlnirile frecvente, periodice, anunțate din timp, sunt o modalitate de organizare, de comunicare, de a interacționa pentru oameni, în lipsa spațiului media, în lipsa postului de radio la care am avut acces. În felul ăsta s-a fundat asociația Hyde Park, în parc, și în felul ăsta deja de vreo 10 ani există tradiția unui fel de speaker's corner la Chișinău. Duminica ne adunăm în Parcul Central, pe Aleia Clasicilor, și vorbim la un microfon liber, pe orice temă. Dacă sunt teme de actualitate, de organizați un protest, vreo acțiune, vreo campanie, ceva, vorbim despre asta. Dacă nu, vorbim despre teme politice, despre teme veșnice, despre confesiuni și despre comete. Dar e o modalitate de a te vedea cu oamenii în fiecare duminică, știi că orice s-ar însempla, duminica îi întâlnești. Chiar dacă s-ar îi trezice internetul, toate radio-urile, ar pica curentul electric și ne-ar opri roșii gazul, noi ne putem întâlni duminica în parc, venind pe jos de la țară sau venind cu transportul public. De asemenea, am început să edităm niște publicații periodice, cu opinii, pentru că ziarea cu știri există peste tot. Dacă opinii publicate pe hârtie nu prea există, de aceea, noi făceam în fiecare duminică niște foițe A4 cu părere de ale noastră, sau corectate de pe internet, și le multiplicam la xeru sau la o tipografie ieftină, le distribuiam duminica sau oriunde erau evenimente publice, le distribuiam gratis, și în felul ăsta contribuiam la comunicarea ideilor noastre, dădeam amploare ideilor altora. Și din 2004 am lansat un site pe internet, media alternativă, curaj.net. E cel mai vechi proiect al nostru electronic și încă viu. Acolo poate publica oricine o fotografie importantă, un text, o atitudine, un articol, un memoriu, o petiție, sau niște comentarii, cu nume, cu pseudonim sau chiar anonim. Oricine își poate face cont și publica acolo. De la o vreme când am început să avem camere video, când au apărut telefoane imobile cu camere video, am inventat și site-ul curaj.tv. Acolo publicăm reportaje de la proteste, de la încălcările drepturilor omului, de la un șantier ilegal sau de la demolarea unei construcții. E un fel de televiziune, un blog, video, la care poate contribui oricine, nu publicând direct, ca pe curaj.net, ci trimițându-ne nouă și noi publicăm acolo, pentru că e cumva mai complicat. Dar facem și un fel de școala curajului și învățăm pe toată lumea să filmeze cu orice aparat la îndămână, să monteze direct din cameră sau publicând pe YouTube, unde există editor YouTube și poți lipi cap-coadă vreo 3, 4, 5 clipuri ca să faci un filmuleț și învățăm pe oameni cum să difuzeze aceste imagini. În afară de site-ul curaj.tv, să folosească rețele de socializare, Facebook, Adunaclasnic, Twitter, să creeze acolo pagini, grupuri, unde să adune pe teme, pe subiecte sau pe evenimente, cât mai multă lume, ca după aceea când vrei să faci ceva, să organizezi ceva, să te adresezi la o audiență concretă, interesată de subiectul pe care îl promovezi la acel eveniment sau pe acea pagină, și mai învățăm pe oameni să reacționeze imediat când observă o ilegalitate, inclusiv de atentat la patrimoniu cultural. Să fotografieze cu telefonul mobil, prin Twitter sau pe Facebook, sau pe Adunaclasnic, contacte și alte rețele de socializare, să facă publică acea imagine, foto sau video. Dacă aș fi avut laptop aici, vă puneam site-ul meu sau pagina mea, să vedeți că chiar de aici, de la voi, am făcut și o fotografie, și un reportaj video, cât am stat cu voi aici, o oră, de când am venit, de la ora 1, și un comentariu am publicat, din locul ăsta. Îi învățăm pe oameni să se descurce chiar fără acces la internet, de pe telefonul mobil, care poate fi în anumite țe, pentru anumite persoane, foarte scumpi. Dar, în urbe, în orașe, mai mari sau mai mici, oriunde poate fi găsit un spot Wi-Fi gratis. La noi, la Chișinău, încă din prână 2008 ne-a dat primăria internet gratuit pe Leia Clasicilor. Și acum sunt în mai multe locuri publice, pe lângă localuri, pe lângă hoteluri, pe lângă terase. Se găsesc spot-uri Wi-Fi gratis, te duci acolo, îți publici opinia și ai plecat mai departe. Dar cred că sunt publici astfel, pe un grup, pe o pagină, unde există multă audiență, ca să știi că poți mobiliza cât mai mulți. Sau învățăm pe oameni să contacteze direct jurnaliști, instituții media, ca să creeze un eveniment, ca să creeze un fenomen din faptul că se demolează o clădire, un monument. Cu asta ne ocupăm, asta ne place să facem, nu suntem ne remunerați de nimeni, decât uneori de guvernul Republicii Moldova, care ne-a încălcat drepturile și a pierdut dosare la CEDO, și a fost nevoit să plătească despăgubiri, deci în felul ăsta suntem plătiri de bugeturi de stare. Vă mulțumesc pentru atenție. Dacă aveți întrebări, sunt dispus să vă arăt pe degete, pe tablă, pe tabletă sau în stradă, cum se face acum un protest. Am un tăruiacu și megafonul la mine. Oleg, eu cred că pot să scot, știu, să vă ia cu și-o megafonul. Că e necesar, dar e necesar, da. Deci, întrebări sau comentarii sau nu știu, cineva aș vrea, ar vrea să avem vreo confesiune de-a lor, oleg? Oleg, cum e să le ieșiți pe aici? Televizionul? Cum ești tot? Eu sunt implicat în atâtea proiecte acum, încât n-are rost să mă gândesc la care e următorul. Pot să renunț la 200 proiecte și încă mai rămâne ceva de făcut. O să-mi închidă toate emisiunile și toate site-urile și încă aș mai avea ce să fac. Asta, ca să vă, nu știu, așa un fel de chestie personală, iarna, când noi făceam protesturi de lungă, pizzerii de la Aleia Klasičilor, o lecție a făcut pe toți în Portugale și când noi făceam în Kișinău, el a reușit să fac vreo două, trei protesturi în Portugale acolo. Deci e un testatar așa cu experiență, dacă se patit, e zis internațională. Mă așa cu. Mă așa cu. Mă așa cu. Mă așa cu așa cu hundreds de ceți... Microfonul. Deci ar trebui să faci cu hundreds de ceți. Mă așa cum să opere. Să-mi 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 se conectau cu un cas, cu un protest, Стоят ли они более готовы, чтобы участвовать в другие протесты, или есть маленькая группа активистов, которые mobilизируют каждый раз, как новая группа нового свидетельства? Не виноват, и не виноват, и не виноват. Потому что что, с этим ПРОБАДОЛОВАМ Если вы понимаете correct ответственностью, я буду открыт, где были люди, в улице, которые в страде проживают, за это проживают. И я говорю, что это за rotлой, даже если вы видели четко влечение предварительного партия и интереса идеолога. Продолжение следует... 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 Доброе утро! Доброе утро!